Сегодня мы будем говорить о народах, у нас несколько народов, начинаем мы с такой народ, который называется Водь. Да, во-первых, почему мы их объединили, потому что они, во-первых, проживают так или иначе, Водь и Жора и Вепсы, проживают в соседних регионах, в Ленинградской области, в Карелии, в сопредельных областях. И прежде всего они объединены тем, что они финно-угры, тем, что они коренное население этих земель прибалтийских, но и в то же время есть и неизбежный момент, который, надо сказать, демографический момент, это малочисленные, коренные малочисленные народы России. И не будем долго такую интригу держать. В Воде в России насчитывается чуть более 60 человек, и Жор чуть больше, Вепсов совсем много, 5000. Вот мне сразу возникает вопрос всё-таки, да, есть так называемая статистическая погрешность. Вот такой вот народ, который насчитывает, да, там даже нет ста человек, которые причисляются. Вот с точки зрения науки, это всё-таки, это народ? Конечно, всё равно это народ, безусловно, потому что он объединён языком, языком владеет ещё меньшее количество людей, но, тем не менее, он есть, он ещё живой язык, а объединён в сходной территории. Если вот брать такие классические трактовки этноса, которые в нашей этнографии сложились, то, конечно, народ, традиционный быт ещё кое-где сохраняется. Поэтому численность здесь не играет роли, она уменьшалась в течение нескольких веков под влиянием разных процессов, о которых мы сегодня будем говорить. Но, тем не менее, если мы пойдём к вожанам, а именно так произносится, да, во множественном числе название людей, относящихся к этому этносу, они скажут, конечно, мы народ. Да, мы очень многое не сохранили, до нас очень мало. Но, тем не менее, мы отдельный народ, и мы гордимся своей историей. Если брать, почему вот так сложилось, как же так, так мало людей, это большой долгий процесс. Вообще, вот, начиная говорить о воде, ну, прежде всего, где конкретно? Это живописные места, это такая русская Прибалтика, побережье Финского залива, если говорить конкретно, это Кингисепский район Ленинградской области, их место обитания традиционного. Там расположено несколько деревень, в которых воде традиционно живёт, это деревня Лужица, Краколья. И они подступают, или, вернее, к ним подступает посёлок Усть-Луга, где строится порт известный, большой, там и нефтеналивные проекты есть по тому, чтобы это был такой достаточно крупный индустриальный центр. И вот деревни водские, да и, собственно, и жорские тоже, они в окрестностях этого строящегося порта находятся. Если говорить о том, как они там поселились, ну, как и со всеми финно-уграми, очень трудно это понять, потому что финно-угорское пространство всегда было колоссально на северо-западе Руси. Понятно, что какие-то прочные отношения связывали водь с Новгородом и подпадали под новгородское влияние. Когда конкретно поселились, трудно сказать, но вот есть версии, что, допустим, в первом-четвёртом веках нашей эры уже предки води здесь были, во всяком случае, в летописных источниках это упоминается, их происхождение, их нахождение здесь. Есть версии, что даже один из важан был автором найденной в Новгороде берестяной грамоты, то есть их контакты торговые и военные с Новгородом были очевидны. Были достаточно воинственные они, потому что стычки были с новгородцами у них. Ну, Новгород, как известно, продвигался к Балтике, и вот эти земли отчаянно сопротивлялись этому. Сейчас даже подумать-то это сложно когда, да, такое небольшое число людей. Но когда-то водь была достаточно крупным финно-угорским племенем, большим племенным союзом, обитавшим вдоль берегов Балтийского моря. Если мы говорим о том, что стало причиной резкого сокращения их числа, конечно, это их так или иначе языковая ассимиляция, потому что неизбежно в этой зоне проживания водь становилась меньшинством. Фенугры вообще восприимчивы к другому языку. У них и у фенугров по Волжье сплошное знание русского языка, и поэтому для фенугров языковая ассимиляция, переход на другой язык – это очень простой процесс. Потом, когда началось уже освоение этих земель уже не новгородцами, а другими славянами, конечно, численность води стала сокращаться. Но всё-таки решающий момент, трагический момент – это Великая Отечественная война, безусловно, для води и жоры, о которых мы будем чуть позже говорить. Потому что всё-таки какая-то, ну пусть сокращение и так далее, но какая-то положительная картина демографическая сохранялась. Надо сказать, что это такие, не побоюсь этого слова, углы бывшей Санкт-Петербургской губернии Ленинградской области. Это не туристические места, это не пригороды Петербурга-Ленинграда, это такая аграрная, сельская, рыболовецкая во многом часть этого региона. И поэтому до води не доходили большие, так скажем, переселенческие волны. Они доходили в отчасти, но не сокращали так сильно численность. А во время войны это стал плацдармом боевых действий. И здесь, конечно, роль определённую сыграла Финляндия. Финляндия, выступавшая, как известно, против нас во время войны, посчитала, что финогры – это ингерманландские финны, это и жора финоязычная, они требуют прямо эвакуации с этой территории. Их вывезли в Финляндию. Разные есть воспоминания о том, что они там делали в Финляндии. И большая часть воспоминаний, конечно, горькие. Ну, по существу это были такие рабы, которые трудились на предприятиях или на хозяйствах финнов. Были они там недолго сравнительно, ну, примерно с 1943 по 1944 год. Но для маленького, небольшого народа, и это было решающе, вот эти насильственные отрывы от земли и трагедия, в 1944 году по договору между Финляндией, с одной стороны, Великобританией, Советским Союзом, с другой, Финляндия возвращала вот этих людей. Но поскольку зона-то боевых действий ещё не определилась, что уже мир-то пришёл, Советский Союз не разрешил этим людям вернуться вот именно туда, откуда они были вывезены, и они были переселены в центральные русские губернии, в области, например, Ярославскую. И ещё какой-то период времени, ну, во всяком случае, до середины 50-х годов, не могли вернуться в Ленинградскую область. Потом вернулись, но вот этот долгий процесс, более 10 лет насильственного отрыва от земли их, оно, конечно, привело к тому, что люди переменили свою ментальность. Но, как говорили сами старики, представители народа Воти и Жора, мы не стремились называть публично себя представителями этих народов, потому что мы не хотели разделять судьбу финнов. Я думаю, о финнах мы поговорим особо, да, о русских финнах, о том, как по-разному складывалась их судьба, и в 20 веке много было трагедий, и Воти и Жора всячески хотели дистанцироваться от финноязычных своих сородичей. И они разделены и до этого были определённым образом, но религиозно. Финны были лютеране всегда, Воти и Жора, надо сразу отметить, они всегда традиционно были православными людьми. Но языковое родство было. И вот они говорили, мы уже на русский язык переходили, да мы русские, собственно. И поэтому, конечно, в послевоенные десятилетия процесс их ассимиляции, формальный и неформальный, стал происходить уже стремительно. Поэтому вот так 65 человек. Конечно, их и было-то уже в начале 20 века очень мало, и этнографы, а надо сказать, что в Петербурге учёные очень любили недалеко от Петербурга выехать, чтобы изучить такие архаичные этносы, и они уже тогда отмечали, что, конечно, они совсем обрусели, но, тем не менее, ещё уклад жизни был традиционный. Вот, вкратце, если сказать такая сложная этническая история, вот такой, как бы сказать, не хотелось бы слова «финал», потому что никто ничего не знает, всё возрождаться может из пепла, мы знаем таких примеров много, может консервироваться, вот так сохраняться, могут, допустим, люди уже не ощущающиеся в воде, всё-таки интересоваться языком. Вот, например, интересный такой момент, водские такие, да, энтузиасты, музейщики говорят, приезжают к нам иногда из Петербурга молодые люди и говорят, ой, нам так нравится мелодичность вашего языка, мы хотели бы его изучить, есть ли какие-то книги, а вы принадлежите к нашему народу? Нет, мы русские люди, но нам нравится мелодика языка. Надо сказать, что водский язык, он похож на эстонский язык. Если услышать водский язык, не зная диалекта эстонского, можно перепутать, они помелодичны, по вот самому такому лексическому и фонетическому строю, похожи немножко. Ну, можно изучить, а как изучить-то? Дело в том, что в предвоенный период для води и жоры какие-то такие определённые на латинице там чего-то создавалось, несколько даже книг издавалось, но уже в конце 30-х годов это дело всё свернулось, а потом не до этого было, и, собственно, такой необходимости не возникло. И вот такие вот на графических фильмах иногда можно увидеть трогательные картины, как пожилые женщины вот в Кингисепском районе Ленинградской области, им кто-то ксерокопировал старые буквари довоенные на латинице, и вот они уже сами-то не особенно, владея языком, пытаются восстановить хотя бы самые такие ходовые, бытовые слова, на которые говорили их родители ещё. Там интересные такие делались уроки, но это, правда, не с Водио, а с ижорой, но очень интересные в школах Кингисепского района, когда детям предлагали пойти к бабушкам, и им давался определённый набор слов на русском языке, ну, бытовых, конечно, там 10-20 слов, и говорили, вот ваше задание к следующему уроку – принести такой в столбик ижорские слова, как они звучат, как звучит хлеб, рыба, как звучит дом, и они вот приносили это, это ещё можно было сделать лет 10 назад, лет 15 назад достаточно спокойно, потому что сейчас уже, конечно, носителей полноценных, у которых богатый словарный запас ижорского языка, и уж тем более водского, стало очень мало. Большая часть представителей этого народа, почему демографы так всегда беспокойны такого рода общностями, они представители, конечно, старшего поколения, т.е. те, кто себя считает водью или ижорой, это люди, как правило, достаточно уже пожилые. Ну вот, Марат, ты всё время объединяешь, да, и говоришь и о судьбе исторической, и языковой, вот и ижоры. Насколько всё-таки это разные народы? Они разные прежде всего в языке, потому что язык ижор близок к карельскому языку, к финскому языку, а води, как мы уже сказали, к эстонскому языку. Ижоры всегда было больше, она была всегда так мощнее. Вообще вот иногда в литературе, ну и особенно даже не в научной, скорее, а в публицистике употребляют слово «ижорцы». Это неправильно, ижоры очень обижаются на это. Мы не ижорцы, мы ижора, ижоры. Вот так они себя именуют. Их было больше, они были активнее, конечно, но зоны их проживания часто совмещались, т.е. ареал расселения у них часто был сходный, вот эти прибрежные районы. И сейчас, ну если, конечно, так можно вообще выразиться, что ижоры больше, ну ижоры 266 человек. Вот тех 64, 65, а ижоры 264. Но надо сказать, что иногда возникали такие парадоксы. Вот насчёт демографии. Мы начали с вами с демографических погрешностей. Есть такая загадка, которую ни один финноугровед не может никак решить. В 2001 году на Украине была всеукраинская такая перепись населения, и она выявила 822 ижора. Тогда как раньше в советское время на территории этой республики было только 2 человека, т.е. вернее, было только 9 человек ижор. Вот откуда появились они 822, это науке до сих пор загадка, как они вообще так возникли. Ну, это считается некой такой статистической погрешностью. Может быть, переписчики где-то ошиблись, потому что очевидно, что ижор на территории нашей страны очень мало. Поэтому это народ, тоже относящийся с 2002 года, входящий в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Ещё почему их объединяет? Потому что в занятии очень много общего. Это прежде всего рыболовство, как основное занятие, прибрежное. Корюшку, салаку они добывали. Они очень умели хорошо её обрабатывать, сушили её. Вот, например, интересный такой рецепт. Сушёную рыбу заготавливали её впрок, а потом её отваривали. Посыпали зелёным луком, посыпали, собственно, готовили картофель. И вот это было любимое блюдо этих народов. То есть у них вообще такая рыбная кухня очень была распространена, но при этом рецепты отличаются от карельских, финских или эстонских рецептов. Вообще, ижоры, насколько я читал, они достаточно долго были очень интегрированы с карелами. Да, они были интегрированы с карелами, это и в языке проявляется. Но всё-таки карельская история, она была историей благополучной, там сформировалась литература не устная, а письменная. Может быть, там какое-то определённое влияние играло, конечно, наличие городов, городской культуры. А ижоры – это такой сельский народ, который жил на окраинах Санкт-Петербургской губернии. Надо сказать, что оба эти народа, Игорь и Ижору, хорошо изучили. И интересно, что вот мы говорим, 65 человек, может, у кого-то из радиослушателей возникнет такая мысль, да, спасать надо скорее их материальную и духовную культуру, пока несколько человек. Ну вот надо сразу успокоить, что она спасена. Так бывает в истории, когда людей очень мало или их вообще уже нет. Но реликты какие-то, они сохранены. Очень долго и плодотворно с XIX века и в XX веке изучался фольклор, язык в воде и ижоры. Например, он изучался в Тартусском университете, в бывшем Юрьевском университете, одном из центров мирового финноугроведения. Составлялись словари, есть, в общем-то, большой объём лексики этих народов, пословиц, поговорок и особенно песен. С песнями такая история. Ну, песни ли это? Может быть, это руны даже скорее. Такая была женщина, сказительница Ларин Параско. Она такой вот как бы акын своеобразный, народный сказитель, говоря таким языком. Даже Сибелиус её слушал. Она знала большой пласт культуры, устной, во многом пересекающейся с Колевала. Вот почему есть какая-то взаимосвязь между этими народами. И она такой национальный символ Ижор. Ижоры почитают её могилу, у неё такая была трудная жизнь. Вроде как и Сибелиус слушал, и вообще все студенты петербургских университетов финского, эстонского происхождения любили приезжать в её деревню. А как часто бывает, умерла в нищете, в бедности в начале XX века. Всеми забытая. Но оказалась не забытая, потому что вот этот пласт большого количества песен, а их знала она более тысячи, они сохранены, многие из них записаны. Поэтому, в принципе, если вот так брать, конечно, ничего нельзя воспроизвести, или, вернее так, поставить на чашку весов, да, живой человек, живой лексика, живой культуры и тексты, конечно, живой человек – это и есть народ. Но, тем не менее, во всяком случае, благодаря русским, финским, эстонским этнографам и лингвистам, культура этих народов не исчезла, она сохранилась. И жоры тоже сокращались, и примерно по той же схеме, как и вот. То есть, опять же, решающий момент – это была война. Потому что ещё в конце XIX века отмечалось, что и жоры-мужчины хорошо владеют русским языком, например, многие из них были в Петербурге отходниками, уходили на зиму на работу. А женщины очень слабо, с сильным акцентом говорят по-русски, отмечали этнографы XIX века. А теперь уже, собственно говоря, большая часть и жоров язык свой не знает. Язык очень тоже красивый, и в нём очень много архаики, которые в современном, например, финском языке уже нет. Но это часто так бывало. Ну, как, допустим, в казанском языке нет того, чего есть в языке кряшен, скажем. Ну, так бывает, когда одна из… Или, допустим, эстонский язык – язык эстонцев сету. Примеры, когда некая группа отдельная, особая, она сохраняет архаику лучше, чем центровая часть этноса. Поэтому ижорский язык очень всегда интересовал финнов. Финны любили очень в ижорских деревнях бывать. Но вот, к сожалению, тут уже нельзя сейчас уже докопаться до истины. Почему так быстро люди в семье отказывались от языка? Потому что, да, есть политические какие-то процессы, есть неизбежные ассимиляции, есть сложные, страшные местами XX век. Но есть семья всё-таки, дом. В ижорских семьях как-то очень быстро от языка отказались. Родители не хотели часто, чтобы дети говорили на языке, чтобы они полностью и полноценно овладели русским языком. А мы упустили один момент, когда говорили и о ижорах, и о воде. Антропологические. Да, вот всё-таки это важно. Антропологические, классические, конечно, прибалты. Облик абсолютно такой переходный уже даже от прибалтийского к скандинавскому. Это чувствуется в облике людей. До сих пор даже у людей ассимилированных, тем не менее, вот эта внешность, то, что они все русоволосые, то, что они такие часто... Ну, я бы не сказал, что там прям викинги ходят по берегам Кингисепского района. Но вот этот переход к скандинавскому типу, он ощущается, конечно, особенно у ижор. Ижор всё-таки больше, и их разнообразие больше. Что касается национального костюма, он ещё сохранялся в первой, третьей, во всяком случае, первой половине XX века. Ну, он такой прибалтийского типа. Что касается устройства дома, то дом всё-таки скорее славянский, но это уже у всех народов местных. Это возникло вот в кухне, мы сказали, большая часть рыбной кухни. С мясом были проблемы, мяса было мало, было мало пастбищ. Тем не менее, интересное такое мясное блюдо, ну, или, вернее, способ заготовки мяса, когда они его солили, а потом солёное мясо ранней весной в сети заворачивали рыболовные и развешивали по заборам, в доме. И так вот оно вялилось у них, и считали эти народы, что такое мясо может храниться около двух лет. Дальше они его могли отваривать, как это часто бывало, другими способами как-то готовить. Ну, мясная кухня всегда была праздничной, а рыбная – будничной. Рыбники появлялись, пироги – ну, это такое традиционное финно-угорское прибалтийское блюдо, запечённая рыба в тесте. Уха, конечно, очень любили щи. В щах местные народы вообще славились. Такими мастерами были капусты, готовили квашеную. Но овощеводство в целом было, конечно, не развито, как и земледелие. Это климат, безусловно, достаточно влажный. Холодное лето, и поэтому каких-то больших успехов земледелия не имели, но народ оседлый, безусловно. Деревни эти древние, там старые дома у них есть. Конечно, язычество есть, это культ леса, культ того, что… культ моря, конечно. Как и часто в наших программах звучит такая метафора о живом море. Вот она у этих народов проявлялась всегда, они не каждый день выходили на рыбную ловлю, потому что понимали, что… Не потому что погода, а потому что приходила в голову мысль, что море сегодня не примет этих людей. Это всё было, но это всё ушло уже совсем полностью. Хотя эти места достаточно, как мы сказали, сейчас очень активно развиваются. Там и дачные места есть, и интересные старые заброшенные деревни есть, и старые кладбища с крестами есть, и дома очень интересные сохранились, но всё-таки это уже ушедшая культура, безусловно. Но, допустим, в домах, там уже живут часто не представители народа, и жоры, например, но дома прибалтийского типа, в них они обложены камнем, причём камнем таким не сплошным, а не побеленным камнем, такие очень… как будто бы создающие картину древности, что ли, дома. Ему, может быть, более ста лет, может быть, даже меньше, но, тем не менее, дом ощущается такая какая-то северная, ну, можно так условно, конечно, сказать, скандинавская, викинговая, такая нормандская какая-то экзотика, красота. Они очень любили камень, умели его обрабатывать, строили из него дома, и эти дома являются напоминаниями о старом этом народе. Конечно, и жора говорит, что многое упущено, и в языке прежде всего, потому что, ну, вот, например, слова многие люди знают, вот, допустим, какие-то обиходные, но не знают связок слов, не знают глаголов, не знают, как эту речь связать конкретно. Это вообще очень большая проблема ассимилируемых языков, когда уходит не базовый словарь, а прилагательные глаголы, когда нельзя построить грамотную речь. И очень многие пожилые жоры говорят, пожилые уже 70-80-летние, они уже не могут говорить, они говорят, что последнее поколение полноценно говорившее на жорском языке – это всё-таки люди, родившиеся в самом начале XX века, во всяком случае, ну, где-то в X-е годы, вот так примерно. А кто родился уже в 20-30-е годы, они уже полноценным словарным запасом не обладают. У нас сейчас будет перерыв на новости. Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ – это наш проект «Народы России». Сегодня говорим о финно-угорских народах малочисленных, которые сохранились ещё, но, конечно, уже во многом это наследство уже вот фольклорное и научное, так скажем. Да, но, тем не менее, «Народы России», конечно. Безусловно, безусловно. Новости. После новостей мы вернёмся. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это проект «Народы России», вот говоря о «Ижорах», о «Воде», да, и сейчас мы будем говорить ещё о «Вепсах», ещё одном народе. Тут очень любопытно, я вот когда готовился в программе, там есть такие фрагменты, ну, это описание ещё в XVIII веке «Ижор», «Ижора». Там пишется, ну, как бы даётся такая, ну, что ли, этническая психология народа, там и есть цитата о том, что примечается у этого народа лукавство в великом почтении. Они проворны и гибки, но вместе с тем отмечено, что нет злобы, праздности, буйства. Вот мы когда говорили о различных народах, часто говоря о северных народах, отмечали, что, ну, допустим, когда мы говорили о Лапландии российской, да, и о народах о саамах, например, что люди были очень такие... Наивные. Наивные, да. Вот, видимо, всё-таки в этнической психологии тех же «Ижор» такого не наблюдалось. Да, это прежде всего связано с тем, что вот в сравнении с амами, которые никогда не образовывали своего государства, были не воинственные, и жоры, и водь, они встречаются в исторических хрониках средневековых, как народы, войны. Вот, в частности, в второй половине XII века в булле папы Александра III к первому псальскому епископу Стефану, ну, то есть к шведу, говорится об язычниках инграх, которые полстолетия спустя уже признавались Европе сильным и даже опасным народом, то есть их считали воинственным народом, который мешал проникновению католицизма на территорию Прибалтики вот во время тех северных крестовых походов, которые в средние века осуществлялись на эти территории. И часто они, вот, как мы уже сказали, состыковывались с новгородцами, а часто боролись с ними. И вообще вот Ингрия, которой потом дано было такое германоязычное германское название Ингерманландия, это была территория неблагодатная с точки зрения мира и покоя, это территория, ну, тот стык интересов разных государств, Новгорода и Швеции прежде всего, которые определили и третью сторону конфликта, вот эти финно-угорские племенные союзы, чья роль всегда была очень важна, на чью сторону они перейдут. Так или иначе, они связали свою судьбу с Россией, и примером или подтверждением этому является, конечно, принятие православия. Православие, конечно, сочеталось с народными религиями, с лесными рыболовными, но это вторично. Самое главное, что они православные, и это они всячески подчёркивали, поскольку на эту территорию позже стали колонизировать финнов, ингерманланцев, и лютеранские селения состыковывались, сочетались с ижорскими, водскими и русскими деревнями. Но это уже позже, когда уже такого конфликта не было. Конфликт – это скорее XII-XIII века. Допустим, такой ижорский вождь Пельгусий, он предупредил, он увидел проникновение шведов в устье Невы и предупредил, согласно преданию Александра Невского, о том, что вот дело пахнет Невской битвой. Это говорит о том, что некие сторожевые функции, некие охранные функции в устьях рек, луги, а Невата на другой территории. То есть это говорит о том, что зона расселения ижор была значительно больше, пространство их было шире. Например, современные ижорские исследователи любят повторять такую идею, что и Петербург возник на землях ижоры. Но мы знаем, ижорский завод, ижорские топонимы вообще в Петербурге – это всё восходит, конечно, к ижорской истории. Может быть, они и правы. Например, ижорские крыведы говорят, это не была заболоченная земля, как в преданиях об основании Петербурга, это была земля, населённая ижорами в устье реки Невы, это наши такие исконные земли. Может быть, и так, вероятно так. Но уже в XIX веке их зона расселения примерно соответствовала тому, о чём мы говорим сейчас. Она там и дальше немножко выходила, Гачинский район, Ломоносовский район, современной Ленинградской области. Но в целом вот Кингисепп, Сойкинский полуостров, устье реки Луги, её впадение в Балтику – это вот та территория, которая традиционно для ижор. Местные русские люди помнят об этом, особенно пожилые говорят о том, что раньше, ещё когда они вернулись в 50-е годы ижоры, и вот язык этот часто можно было услышать в автобусах, на сельских базарчиках, ещё было слышно, и мы говорили – это ижоры, это вось. Хотя интересно, что им придумывали разные такие прозвища. Ну, известно, что финнов называли чухонцы, это не уничижительное. Оно там потом становилось уничижительным, но изначально так вот называли их. И сами местные прибалтийские, то есть, финноязычные народы, они всё-таки обижались на это, говорили, что это всё-таки какое-то проявление. Вот поэтому-то мы не хотели сохранять свой язык, потому что во всём остальном мы не были уже никакими ижорами, неводью. Но в целом, конечно, отношения уже в 20-е веки были, конечно, благоприятные. Но как всегда в крестьянской среде, чего там было делить, кроме моря, которое бескрайнее. Но с другой стороны, наверное, выбор вот этих племён финно-угорских, выбор, то, что они встали всё-таки на сторону в своё время Великого Новгорода, России, ведь натерпелись они и от различных орденов, рыцарей и так далее. Артина, конечно, рассматривали местные народы как варварские и требовавшие... Мы как-то много знаем о крестовых походах восточных на Святую Землю, но мало знаем о крестовых походах северных, которые не только на Россию были, на Новгород, вернее, были рассчитаны, но были рассчитаны прежде всего на местные народы. Вот, допустим, в Латвии похожая судьба, вернее, народ с похожей судьбой Ливы, которого тоже там буквально в десятками можно посчитать, и он тоже, в общем-то, сходной исторической судьбы. И все эти народы воспринимались шведами и немцами как народы второго сорта. Надо сказать, что требовавшие обязательного обращения в католичество. Если не так, то как же они... Все-таки со стороны России и Великого Новгорода все-таки вот... Это очертилось, так и границы, и защитные прежде всего, да, безусловно. Это была та зона такого уже относительного покоя, который на долгие годы, вплоть до середины XX века, в общем, определил достаточно благополучное и традиционное проживание этих народов. Они уже в Россию Петровскую вошли народом православным, народом, который коренной обитал здесь, и если да кабы, что в истории нельзя, да, сослагательное наклонение, если бы не середина XX века, возможно, судьба их была бы иной, да, более благоприятной, чему примером являются те народы, которые жили далеко от пограничей от этого, ну, допустим, герои сегодняшние наши другие, третьи, вернее уже, да, вепсы, которые жили в глуши, а глушь, как Бродский же говорил о том, что в империях лучше всего жить на их дальних окраинах, да, у моря, но в данном случае море было не дальнее окраина, а наоборот форпостом, и поэтому это был плацдарм, а вепсы в своей лесной глуши, озёрной, карельской, они имели иную судьбу и благополучную более. Да, да, ну вот мы, собственно, и переходим к третьему народу финно-угорскому, вепсы, называли их ещё чудью в России. А помните вот это чудь, весь, мурома, вот эта вся присказка, да, из школьных учебников, из курсов истории, вот как раз чудь – это и есть те самые вепсы. Да, по переписи 2010 года вся численность общая где-то 6,5 тысяч в России, основная масса проживает, это почти 6 тысяч вепсов. Кстати, ещё же чухари их называли, что вообще отголосок чухонцы. Чухонцы, да, чухари, да. Чуть, вот это всё и все те упоминания, которые бытовали вплоть до начала XX века, и те вепсы, которые приходили на заработки в Петербург, они, конечно, не были столь активно ориентированы на рынок Петербурга, как, допустим, финны, ну, финны известны, это молочная торговля, всё, вепсы, конечно, были более таким патриархальным народом, менее втянутым в капиталистические отношения, но, тем не менее, в городе возникали их тоже представители, и какое-то заселение в Петербург происходило, и там их сразу называли чухонцами, коренные Петербуржцы. Вот это вообще такие даже, скорее, слова, исходящие от Петербурга до Петрозаводска вот в этой во всей зоне. А вепсы, ну, весь, конечно, вот это старое финно-угорское их упоминание, оно было вынуто, что называется, из архивов в период национального строительства в 1920-е годы. Таких примеров тоже мы приводили очень много, когда народом вспоминали или напоминали или придумывали, конструировали имена в первые годы советской власти. Так было и с вепсами. Вепсы стали вепсами благодаря советской власти, когда создавалась их новая такая вепская советская культура в Карелии прежде всего. А когда-то они вот жили в Петербургской, ну, скорее, даже не в Петербургской, а в Аланецкой губернии, вот там. И вот они стали вепсами. У них же национальная волось даже была. И вообще вот в предвоенный период для финно-угорских народов было много интересного создано, и алфавита бесписьменным народом, и литература стала появляться, и в Петрозаводске, и в Ленинграде очень много для этого делалось, но это всё прервалось ещё даже до войны, в конце 30-х годов. Но это известная судьба всех приграничных народов, не только Северо-Запада, но и других частей Советского Союза, разные трагические обстоятельства здесь были, и, собственно говоря, культура эта прервалась полностью ещё до войны, вот её развитие такое. А уже после войны, когда стала восстанавливаться культура, ну, парадокс заключается в том, что культура часто восстанавливалась даже больше, скорее, финская, нежели карельская или вепская. Но, тем не менее, как-то вот такого ренессанса не происходило. Ренессанс произошёл в 90-е и 2000-е годы, когда в тех местах, где вепское заселение достаточно плотное, а это при Онежье, преимущественно, побережье Онежского озера, то там стало возникать уже определённое возрождение культуры. Носителей вепского языка, конечно, больше, чем и Жорского, и Иводского. Он тоже, такая его судьба драматична, но всё-таки сказать, что там он вымирающий нельзя, хотя численность народа небольшая. Продолжим мы после новостей. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу из цикла «Народы России». Продолжаем говорить о ВЕПСах. Это третий народ в нашей сегодняшней программе. Всё-таки вот по поводу расселения. Это Ладожское, Онежское озёра. Это вот в этих местах. Когда-то их расселение было шире, оно было между вообще Ладожским и Онежским озёрами практически плотное. Это отмечали и путешественники. Вообще ВЕПСы в старых хрониках уже выделяются. Вот Ижору мы упоминали, что Ижору Папа Римский вспоминал в XII веке. А о ВЕПСах вспоминали и знали. Игоцкий историк Иордан, знаменитый арабский путешественник Ибн Фадлан упоминает о ВЕПСах. Это народ такой достаточно мощный в этот период времени. В высокое Средневековье его было много численность. А в настоящий момент выделяют три этнографические группы, конечно, скорее по географическому признаку, чем по бытовому, потому что уже у такого небольшого народа бытовых различий, конечно, очень мало. Это основной костяк. Это северные прионежские ВЕПСы. Они живут на юго-западном побережье Онежского озера, на юге Карелии. И там есть их такой центр своеобразный, Шолдозеро, которое такое большое село, сравнительно для Карелии, где можно услышать живой ВЕПСкий язык, конечно. Есть средние ВЕПСы, есть южные ВЕПСы. Южные в том числе и проживают на территории Вологодской области. Нельзя сказать, собственно говоря, как они туда пришли, как происходил их этногенез, это достоверно. Нельзя отметить. Но судьба их тесно была связана с судьбой карелов и вообще со всей историей Карелии, как вот Карелия развивалась в течение того же XX века. Надо сказать, что предприниматели сейчас такие иногда, ну просто нельзя сказать наивные. Это не наивность, это всё-таки такая теплота, что ли, такая глубина любви к своему народу, когда для такого маленького народа появляются люди, которые хотят перевести, например, Священное Писание. Ну и движутся вот такими чувствами о том, что будущее есть у такого народа. И вот я в одном этнографическом фильме услышал упоминание, что один из переводчиков, он Генесарецкое озеро, называет Онежским озером в переводе на ВЕПСкий. Ему говорят, ну как же так-то, в Библии же нет Онежского озера. Ну пусть будет оно, потому что моим прихожанам или моим читателям, вернее, читателям моего перевода будет это понятней. Но такая вот какая-то есть определённая, что ли, и печаль в истории этих народов, и в то же время он держится на тех людях, вот как больной человек, за которым ухаживают, его родственники не дают ему уйти, так и здесь есть какая-то группа людей, и у ВЕПСов, конечно, их больше намного, которые не дают уйти всячески народу, прежде всего его языку. В Петрозаводске издаётся газета на ВЕПСком языке, она газета не благодаря энтузиастам, она правительственная газета, её учредителями являются. И официальные органы Карелии, есть радиопрограмма на ВЕПСком языке, и такое, как бы сказать, формально можно сказать, что ВЕПСкий язык, он такую нормативность даже какую-то имеет. Действующий. Действующий, есть какой-то нормативный словарь, есть наши коллеги-радиоведущие, которые на ВЕПСком языке говорят, значит, они соотносят свою речь с некой нормативностью, чтобы она была понята радиослушателями. То есть это есть какая-то определённая вещь. Допустим, в Петрозаводске, где, кстати говоря, ВЕПСов очень много по их меркам, по меркам их народа, а в финно-угорской гимназии он преподаётся. Ну, конечно, безусловно, как и другие финно-угорские народы, активно изучаются мировыми финно-угроведами. Это всё есть. Но главное – это, конечно, сохранение языка в домах. Ну, здесь это банально, это другого выхода и другого рецепта нет. Если он будет передаваться в семье, то, безусловно, так. В силу того, что всё-таки ВЕПСы проживают в регионе, где финно-угорская языковая такая структура, политика и инфраструктура прежде всего существуют, я имею в виду Карелию, большая часть ВЕПСов именно там проживает, то, конечно, возможности и условия для развития, их языка достаточно много. Здесь уже должно быть желание и самих людей пользоваться теми возможностями, которые есть в регионе, где, собственно говоря, финские, карельские, вебские языки, они имеют официальный статус, и где есть те возможности инфраструктурные для их развития. Если же мы говорим о том, вот, допустим, нужны ли какие-то, допустим, специальное какое-то администрирование, вот такой момент, ну, это скорее, да, мы обсуждали это и в нацвопросе неоднократно, какие-то специальные структуры. Вот, допустим, вебсы имели вебскую волость, уже не вот ту, о которой мы упоминали довоенную, а современную вебскую волость, она существовала в Карелии с 1994 по 2006 год. Ну и вот что вот, она существовала. Может ли какая-то официальная структура способствовать тому, чтобы язык сохранялся без людей? Потом была муниципальная реформа, после которой муниципальные образования стали возникать, это реформа 2005-2006 года. Она была упразднена, и сейчас вебсы расселены по муниципальному признаку. Но за этот период времени был ли какой-то такой вот подъём языковой? Был подъём, скорее, фольклорный. Конечно, появились книги, там исследователей очень много. Иногда кажется, что этнографов больше, чем носители языка. Так часто бывает с малыми народами. Поэтому никакие инфраструктурные проекты никогда не заменят семейного быта, родственных отношений и живого языка бытового, прежде всего повседневного языка. Если народ по тем или иным причинам не создал какую-то литературу, не успел создать, когда ещё литература могла быть создана, допустим, в XIX веке, то бытовой язык – единственная возможность его сохранения. На самом деле вебсы создавали литературу, у вебсов есть и писатели, и прозаики есть. Я отметил, что для такого, прямо скажем, немногочисленного народа вот есть такие почитаемые святые. Там Александр Свирский православный святой, почитаемый в лике преподобного, игумен Иона Ешизерский, тоже православный святой. В общем, для небольшого народа, я так полагаю, что всё-таки вера играла серьёзную роль в жизни народа. Да, нам иногда так кажется, что Северо-Запад традиционно был таким, ну, уже там, в XVIII-XV веке, абсолютной зоной такого мира и покоя и отсутствия какой-либо полемики религиозной, в отличие, скажем, от Поволжья или от Юга России. На самом деле это не так, это зона пограничья другого, там не православно-мусульманского, не православно-католического, а православно-лютеранского. И, конечно, влияние финнов, культурное и религиозное, иногда давление определённое, лютеранство в XIX веке, ну, такая миссионерская работа, которая велась, она, конечно, ощущалась. Ну, может быть, давление – это громкое слово, но миссионерство было. И поэтому вепсам и карелам всячески необходимо было их приходским священникам, ну, так скажем, полемичность и дискуссионность в проповеди всегда иметь в запасе своём. Поэтому вот такая вот, ну, скажем так, приверженность православию, которая характерна для карелов и вепсов, она во многом способствовала тому, что они не ассимилировались среди финнов. Это очень важная черта, потому что в языковом смысле, ну, конечно, родственные, близкородственные. И финская культура мощная, городская, и литература, и публицистика, и лютеранская, миссионерская литература, её было очень много. Надо иметь ещё в виду, что Финляндия в тот период времени, сама коренная Финляндия, входила, как известно, в состав Российской империи, поэтому граница была очень условна между карельскими и финскими землями. В этой связи вепсы сохранились во многом благодаря и религии своей тоже. С тем же Александром Свирским, допустим, ну, фактически уже сейчас и церковные историки признают, что он был по происхождению вепсом, а не просто пришедшим в эти земли человеком. И когда появляется такой святой гений места, что называется, для народа небольшого, это всегда подъём определенный религиозный, ему посвящают храмы, и, в общем, это такая культовая, в прямом и переносном смысле, фигура для карелий. Если же говорить о традиционной религии, ну, поскольку вепсы не такие прям рыбаки уже, как вот в воде и жора, а всё-таки сочетание рыбной ловли и скорее озёрной с традиционными занятиями этого края земледелием, допустим, то, конечно, важное значение имеет лес. Вот как море у воде и жоры больше, чем море, так и лес по-другому воспринимается. Лес живой, лес враждебный, лес добрый, лес вообще с лесом в диалоге мы находимся. Например, когда человек приходил туда за ягодами, например, за клюквой, они очень много её собирали на заболоченных участках, то всегда несколько монеток кидали при входе в лес, но не медных, такая была традиция. Говорили что-то, приветствия какие-то давали. У леса есть жена, то есть у лесного духа. Лес вообще сам по себе вообще лес, конечно, но иногда он воплощается в старика такого, который выходит из лесной чащи, а иногда и даже можно увидеть его жену. Такие вепские предания, они всегда сохранялись. Это какая-то живая атмосфера, потому что бывали ситуации, когда лес враждебен, и можно в нём... Ну, это старая такая крестьянская идея, что можно вот в трёх соснах потеряться, и совершенно прекрасно, много лет зная эту опушку, но можно на этой опушке или пустоши найти свою смерть, потому что лес не принялся, лес в гневе. Вот это очень интересно, и всё переплеталось с устойчивым, приходским, подлинным православием, которое у этих народов было, причём иногда они переводили на вепский язык. Вот мы сейчас говорим о священном писании, это нынешний опыт перевода, а были и молитвы, и различные такие святоотеческие тексты, которые переводились на их язык, поэтому, скорее, это всё-таки была церковная жизнь, если говорить о национальной культуре. Ну, вот такой разговор у нас получился сегодня. Напомню, говорили мы вот и о вепсах, и жорах в нашей программе. И о воде. О воде народы малочисленные, но для нашей программы нет малочисленных, больших народов. У нас герои есть и в несколько десятков миллионов человек, и в 65 человек. Да, это проект «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Надеюсь, совсем скоро мы с вами вновь встретимся. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.